Если выпускники в эти дни сдают экзамены и уже точно решили, в какой вуз будут поступать, то у учеников 10-х классов есть пока время подумать. Возможно, кто-то из них решит быть бизнесменом, а кто-то связать свою судьбу с госслужбой или стать депутатом. В любом случае, точно не лишне ознакомиться с системой местного самоуправления. Такую возможность получили учащиеся Тверской школы номер 17. Экскурсия по длинным коридорам Тверской городской думы, безусловно, впечатлила десятиклассников. Это уникальное старинное здание с интересной судьбой априори привлекает внимание. Побывать внутри него для школьников – возможность прикоснуться к истории родной Твери. Гостям рассказали об истории Тверского парламента. Затем экскурсия переместилась в приемную председателя Евгения Пичуева, где состоялась неформальная беседа. Ребятам также рассказали о том, как Тверь стала гордом воинской славы, показали настоящее сокровище – золотую книгу города. – Интересно было узнать о том, что у нас в КАЦ есть своя золотая книга, и хранится она именно тут, где записываются имена тех людей, причастных к истории нашего города. Это был для меня новый материал, на самом деле было интересно. Еще молодым людям рассказали о том, как устроена дума в наше время, какие она выполняет функции, кто в ней работает. Несмотря на то, что школьникам на уроках рассказывают о таких моментах, они много узнали нового. Тему городского самоправления изучаем в школе, но как-то своими глазами посмотреть и прикоснуться к этому лично – очень интересный опыт. Так что мне очень понравилось, да. Как признали гости, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Возможно, побывав на такой экскурсии, кто-то из сегодняшних школьников решит связать свою жизнь с государственной службой. Но, как считает депутат Дмитрий Нечаев, информация, рассказанная экскурсоводом, будет полезна абсолютно для всех. Юные граждане нашей страны, нашего города будут представлять себе, как устроенные представители органов власти. Это очень хорошо, я надеюсь, что это поможет в дальнейшем взаимодействовать с этими органами власти, выносить какую-то лепту своего развития, в том числе и за это на творческой деятельности, потому что депутаты – это проводники идеи народа. Затем Дмитрий Нечаев, а также председатель городской общественной палаты Вадим Рыбачук и председатель молодежной палаты Кирилл Шаркалов в неформальной обстановке пообщались со школьниками, ответили на ряд интересующих вопросов. Больше часа Дмитрий Нечаев рассказывал, как реализуются проекты, принимаются решения и проходят выборы.